Эй, всем привет! На этот раз решил показать вам Reassembly. На самом деле очень интересная игра, конструктор, где мы, получается, появляемся за одной из фракций, как-то развиваемся, открываем новое оружие, собираем свой собственный корабль, как-то с ним взаимодействуем, исследуем галактику. Ну, по сути, все завязано на сражении и улучшении вашего корабля. Но, плюс вы можете сделать там свою флотилию, как-то ей куда-то нападать. В целом игра неплоха, особенно если покупать ее по скидке. Плюс, как я сказал, тут есть разные расы, каждая из которых есть какое-то свое оружие, какие-то свои плюсы и минусы, кто-то специализируется на щитах, кто-то на ракетах, и в этом как-то интересно разбираться. После выбора фракции нам дают выбрать имя и название нашей флотилии и корабля, который в дальнейшем мы можем изменить. Также совершенно недавно разработчики давали возможность изменения размера галактики, размера количества пришельцев. А пришельцы, как я понимаю, это уже флотилия других игроков. То есть вы тоже можете сделать какую-то флотилию и также потом в дальнейшем встретить ее на просторах галактики, что довольно интересно. Ну а тут нас встречает стандартное обучение, то есть основы управления, карты, стройки корабля. Нас знакомят с тем, что мы можем покупать другие корабли, которые летают вокруг нас, принимать их в свою команду, пока у нас нет возможности создавать их самим с помощью модуля завод. Ну и в целом, конечно, тяжело вначале летать на любом кораблике, в самом простом. Поэтому все, что мы сейчас, наверное, будем делать, это собирать какие-то ресурсы, крепчать, набирать улучшения для расширения максимальных количеств очков, которые мы можем позволить на свой корабль. То есть это будет у нас какая-то броня, какое-то оружие. Ну и в дальнейшем уже собираем какой-то большой корабль, который хоть как-то может дать отпор. И все-таки я психанул и решил зайти за свой основной корабль. В общем, он довольно симметричен, медлителен. И на этом все. Еще у него куча-куча лазеров. И, в общем, да, как-то так. Он, по сути, ничего особо делать не умеет. Но он довольно живучий, у него нету завода. Но я думаю, это нам не мешает его сделать. Кстати, можно было бы попробовать, действительно. Сейчас, как он выглядит. Ну, он выглядит довольно массивно, но вообще можно было бы попробовать его поместить. Так, ну что, давай уничтожать. Все живое. Так, я тебя не знаю, уходи. Тут, кажется, можно было бы захватить нам базу. Давай, наверное, попробуем это сделать. Так, сейчас мы попробуем. Тут я все-таки не выдержал и решил показать вам геймплей за другую расу, где, по сути, я сделал корабль-таран, который разбивает все и вся. Ну, это, в принципе, довольно забавно, хотя и отчасти специфично, потому что я сделал его немного неповоротливым, и порой он поворачивает от метеорита. Хотя, через метеориты ему не составляет труда проходить, хотя они периодически, бывает, мешают. Как видите, сейчас с трудом кружу вокруг противника, пытаясь как-то в него впилиться, но, к сожалению, маневр корабля не позволяет как-то на него повернуть, и в итоге решаю все-таки уйти отсюда, потому что, блин, ну слишком уж много дерьма в меня летит. Еще и союзник пристал, понимаешь ли? Ну, это, на самом деле, обычное дело, когда у вас большой корабль, то там та платформа, к которой мы привязаны, точнее, наша фракция привязана, пристанет к вам, то еще что-то подобное произойдет. В общем, да, все-таки минусы какие-то бывают. Но, в целом, с другой стороны, тут довольно много модов, которые позволяют как-то расширить игру. Возможно, даже есть всякие скины под вселенную Вархаммера 40 тысяч, кто знает. Я вроде бы нечто подобное там видел. Я решил немножко расслабиться с землян. Как я понял, чем больше у них реакторов, тем сильнее у них орудия. Точнее, генератора. Генератора? Да, генератора. Вот. Так что будем экспериментировать. Тут у меня уже есть какая-то кракозябра, которая собрала на сколько получается? 905 у нас максимально? А, 483. Ну, в целом, да, тут много всего. Кстати, я не уверен, что это земляне. Но, по идее, земляне. Вот. Так что надо попробовать. Так. Как и с чем это едят? Постой, 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 постой. Я не думаю, что он справится. Да, он уже снял нам половину корабля. Но мы его отвлекли. А, нет, смотри, его разобрали. Да, его разобрали наши. Так что мы можем с упоением собирать ресурсы, которые тут валялись поблизости. Так. Мы их заслужили. Ну что, давай отнесем их. 507. Чем мне, по идее, даже этих ресурсов? Хватило бы, чтобы увеличить немножко силу этого корабля. Что? Давай попробуем. Так. А ты еще кто? А, точно такой же, как у меня кораблик. И, по идее, немножко другой формы. Мини-грузовик. А, я его тоже собирал. Так. Немного схожие формы, но, в целом, мне он понравился. Серьезно. Ну, что-то в нем есть такое. Давай сейчас попробуем. Можно было бы увеличить нам вместимость, либо купить какой-нибудь, ну, например, дрона. Или, может быть, автопушку. Вот. Давай, может быть, попробуем вот так вот сделать. 255. Так. А максимум сколько у нас? Ща, погоди. 531. Ну, нам, конечно, не хватает щитов. И брони. И вообще всего. Так что, да, он довольно слабенький. С другой стороны, можно было бы заменить... Оставить форму. Сейчас. И сделать, например, как-нибудь... Вот так вот. Смотри. То есть... Сейчас мы вот так вот еще сделаем. Отлично. Мы сможем это копировать? Да. Оп. Вот так вот. Матушка природа постаралась. Так. Даже не на 331. Ну, там еще, конечно, можно вмещать и вмещать. Так. Давай, может быть, попробуем... Ммм... Сейчас. Тут уже получается симметрия полная. Но можно было бы из какого-то сборщика сделать генератор. Или полностью поставить 4 генератора. У нас получится это сделать. Давай попробуем. Сейчас. Получается, конечно, немножко неадекватно, но с другой стороны, может быть, из-за этого что-то выйдет. Кто знает. Так. Ну, я, конечно, подозреваю, что из этого выйдет. А выйдет что-то не очень хорошее. Ну, будем надеяться на лучшее. Сейчас. Генератор, 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 генератор. И давай с этой стороны так же. Хотя мы могли бы копировать и вставить, но ладно. Так неинтересно. Так, смотри. Угу. Подожди. Форсаж. Ммм... Слушай, интересная тема. Я, кстати, такого не помню. Серьезно, такого не помню. Чтобы он сжигал энергию и... Позволял тебе двигаться быстрее. Интересная тема. Так. Сейчас. А, мы вышли за рамки. Да, мы вышли за рамки. Ну, ладно. Так. Ну, что? Давай тогда, наверное... Сделаем как-то вот так вот. И добавим ему мордочку. Может быть, будем его увидеть. Он летает в нашей системе. Такой миленький грузовик. Почему нет? Так. Фрегат. Фрегат, фрегат. Если честно, мне очень не он нравится. А вот этот вот... Ну, не нравится мне прям совсем. Уж слишком он у меня получился неадекватным. Но, я думаю, все-таки шанс на... Какую-то жизнь у него есть. Давай, может быть, попробуем сделать вот так вот. Я не знаю, конечно, будут ли они работать. Но, с другой стороны, чем бы не посмотреть. Прорсажи. Так. Мы, по идее, могли бы их уменьшить или увеличить? Нет, нельзя. Сейчас. Прорсаж. 407. Ну, получилось, наверное, что-то. Неадекватное. Но, давай попробуем. Сейчас. Присборка. Посмотрим, что из этого получится. Так. Ну, стреляет он у нас, получается, вокруг. Так. Ну, что? Это... Все? Правда, я не знаю, как они активируются. А, на шифт. Ясно. Слушай, прикольно. То есть, они прям очень сильно дают скорости. Конечно, они все работают. Но, в этом что-то есть. Определенно. Нам не хватает пока генераторов. Ну, я думаю, у нас есть какие-то моменты для маневра. Сейчас, погоди. А мы можем его увеличить в размере? Нельзя. Так, ну, зато там есть, наверное, генератор побольше. Нет? Нету? Размер перемещения астероидов? Что? Немножко не понимаю, что это меняется в виду, но ладно. Автопушка. Плазменная пушка. Рельсовая пушка. Манипулятор. А, им кажется, можно притягивать и как-то взаимодействовать с некоторыми вещами. Правда, я не совсем помню, как это вообще выглядит. Но ладно. О, боже. О, боже. О, боже. О, боже. Но мы его, кстати, почти забили. У нас был шанс. А на этом пока что все. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, нравится ли вам такой формат. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok